Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. На нашей сегодняшней встрече мы поговорим о новостях, которые у нас произошли за эти полгода, про новые сервисы и так далее. Вы на экране видите наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, наши телефоны, наши телеграм-контакты и, собственно, адрес сайта. Если вам по каким-то причинам не удалось, допустим, досмотреть до конца нашу встречу или время оказалось для вас неудобным, то вы можете немного позже посетить наш сайт и посмотреть запись вебинара. Мы их выкладываем на сайте. Возможно, вас заинтересуют какие-то еще материалы, потому что там достаточно много и вебинаров, и статей, и обучающих материалов, так что милости просим, приглашаем вас. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы ее видите на экране, мы поговорим про обновления на базе бухгалтерии и, собственно говоря, про самую, наверное, значимую, громкую точнее, о новости этого полугодия. Это первоочередной зачет ЕНП в счет уплаты НДФЛ, про мониторинг налогов, про корректировку уведомлений отрицательными значениями. Поговорим сегодня про маркетплейсы, то есть, про Валдбери, Сазон и так далее. Ну и небольшие, скажем так, дополнительные бонусы, где найти что-то в программе. Как будет наша встреча сегодня построена? Мы будем с вами на слайдах смотреть нормативную информацию и будем переключаться параллельно на демо-базу бухгалтерии 1С и смотреть на ней, ну, как бы, пояснение к тому, о чем мы говорили, сами слайды. Ну, в общем, у нас будет вот такой перекрестный сеанс. Итак, начнем с нормативных материалов. В мае, с 29 мая был изменен зачет ЕНП. То есть, это касалось уведомления по НДФЛ. И теперь с 30.06.2023 года зачет НДФЛ происходит сразу после подачи уведомлений, то есть, не дожидаясь, пока наступит срок уплаты. В новом релизе есть вот такая ссылочка «Изменение последовательности зачета ЕНП» 18.05.2023. И идет ссылка на нормативный документ, его по этой ссылочке можно посмотреть, что такое первоочередное зачисление. То есть, если у нас раньше действовала вот такая схема, то есть, если у нас, например, на налоговый счет поступало 10 тысяч рублей, то они распределялись в равных пропорциях на НДФЛ и на страховые взносы, поскольку срок уплаты у этих взносов одинаковый. Теперь, после подачи уведомления, у нас будет действовать вот такая вот схема. То есть, поступили 10 тысяч, и не дожидаясь наступления срока оплаты, в первую очередь, они погашают задолженность по НДФЛ. И уже после этого все остальные платежи, которые причитаются по данному периоду. Как найти нам это в программе? То есть, в программе 1С Бухгалтерия, начиная с версии 3.0.139, я обращаю внимание на ваш релиз, добавленная информация о сумме, которую вам необходимо пополнить в мониторе налогов, для того, чтобы закрыть все ваши обязательства по налогам и взносам. И, собственно говоря, показано, как оно должно быть распределено между налогами и взносами, согласно учетных данных на вашей программе. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. Ну, во-первых, я хотела бы напомнить, где мы можем посмотреть, какой у вас на данный момент релиз. То есть, это сейчас, к сожалению, первоочередная необходимость, потому что релизы содержат актуальную информацию. И, соответственно, если у вас не совсем новый релиз, то, во-первых, могут быть накладки того, что вы не сдадите нужную форму отчетности, но, во-вторых, естественно, это сервисы, которые входят в новые релизы, в которых тут доработки и исправление каких-то ошибок прошлых релизов. Нас интересует раздел руководителю, вот он, и смотреть мы будем вот такое рабочее место. Как вы видите, вынесен отдельно блок анализ, и у нас теперь есть монитор налогов и отчетности. Сам по себе очень интересный сервис, потому что, во-первых, он достаточно красочный, то есть наглядный, а во-вторых, собственно говоря, он реально очень удобный. То есть, кроме того, что у вас показывается информация о тех отчетах, которые вы сдали или должны сдать, например, вот то, что уже к сегодняшнему, к текущему моменту должно было сдать, но она просрочена. Видите? И, соответственно, если мы, зайки, все сделали правильно, то у нас это изменение цветового решения и смайлики. То есть, чтобы вы не скучали за монитором. Снова переключимся на наши слайды. И еще раз обращаю ваше внимание, что этот волшебный сервис находится у нас в разделе руководителю и называется, расположен он в разделе анализ, и называется монитор налогов и отчетности. Сейчас мы про него немножко поподробнее поговорим. Нужно сразу сделать оговорку, что в этом сервисе не участвуют взносы на травматизм, поскольку они оплачиваются не на ЕНС, и поэтому, соответственно, не учитываются в мониторе. Фиксированные взносы индивидуального предпринимателя учитываются в информации по ЕНС после подачи заявления. Здесь все просто. Здесь мы идем в меню налоги и основное. Это если у нас не полный интерфейс, а вот если у нас полный интерфейс, то мы выбираем меню, руководителю, анализ и монитор налогов и отчетности. То есть, в принципе, разные способы попадания в одно и то же место при различных интерфейсах, которые мы устанавливаем в первоначальных настройках. И, как вы видите, здесь достаточно подробно и красочно написана вся информация, которая, во-первых, входит в расчет ЕНП, во-вторых, которая может быть списана по срокам, и, собственно, авансовые платежи, если мы их делаем. И вы видите разные цветовые решения для разных ситуаций. То есть, если отчетность дана, если просрочена, если рассчитаны налоги и так далее. То есть, согласитесь, это гораздо более наглядно и, главное, рассчитано на зрительную память. То есть, у людей, у которых хорошая зрительная память, в общем-то, лучше для запоминания именно такой формат. И сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который мы уже видели. То есть, это монитор налогов и отчетности, который мы с вами посмотрели на основной программе, то есть, на демо-базе. Еще немножко информации. То есть, если у нас установлена система налогоблажения общая, то есть ОСН, то у нас немножко меняется раздел анализа. В этом случае у нас монитор налогов и отчетности будет включать в себя данные по бухгалтерской отчетности, налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Если мы с вами выбрали упрощенку, то есть, установлена система налогообложения и УСН, то, соответственно, вместо налогов, которые для общего режима, включены налоги, которые уплачиваются про упрощенку. И, соответственно, меняется интерфейс монитора. То есть, у нас в него будет входить бухгалтерская отчетность, упрощенка, НДФЛ и страховой взнос. Как видите, в общем-то, ненамного меняется интерфейс, но тем не менее. Сейчас у нас очень активно набирает обороты, так сказать, работа с маркетплейсами. То есть, под таким красивым наименованием, в общем-то, закопана наша с вами комиссионная торговля давно хорошо известная вдоль и поперек. В принципе, тема, вроде бы, казалось бы, уже знакомая давно и обкатанная хорошо, но тем не менее вопросы все равно возникают. Поскольку у нас сейчас есть решения для обмена, ну, с Азоном, например, с Валкберес, то, в общем-то, мы ими с удовольствием пользуемся, но тем не менее вопросы постоянно возникают. Ну, во-первых, вопросы возникают от какого плана, как отразить сначала, а потом, как отразить нестандартную ситуацию. Ну, например, если возник возврат от покупателей, если возникли расхождения между тем, что мы отписали, и тем, что пришло по факту, то есть, если обнаружился какой-то брак, или если товары долго лежат невостребованы. Соответственно, для того, чтобы отразить эти данные, мы должны получить документы от маркетплейса, то есть, должен быть акт комиссионера и акты о выявленных расхождениях. Ну, чаще всего это бывает торг-2 или универсальный передоточный документ. Ну, то есть, мы должны документально получить подтверждение от комиссионера о том, что обнаружена такая-то ситуация или брак, или возврат и так далее. И здесь важно помнить вот о чем. Ну, то есть, чтобы у нас документ, например, если это возврат товара, чтобы он отражался на основании ранее введенной реализации. То есть, для нас в этом случае реализация является отчет комиссионера. И в созданном документе необходимо указать количество возвращаемых товаров, то есть, независимо от причины возврата. И, естественно, провести такой документ. В этом случае программа автоматически создает проводку, и проводка – это обратная передача товаров в маркетплейсу. В принципе, в этом нет ничего революционного, но, тем не менее, вопросы такие возникают. Вот вы видите слайдик, на котором у меня отражен документ реализации, то есть, передача на реализацию. И создать на основании у нас появляется выпадающее меню, где достаточно большой выбор, и мы выбираем, естественно, возврат товаров от покупателя. В этом случае у нас операция с маркетплейсом и возврат в том числе отражаются корректно, красиво, и, в общем-то, не возникает никаких сложностей. И вот здесь обратите внимание на вкладке реализация есть кнопочка «Заполнить». Мы сейчас с вами переключимся на домобазу, но я сначала проговорю. То есть заполняем мы на основании реализации и выбираем, соответственно, продажу маркетплейса, как я уже сказала. В этом случае табличная часть переносится, и, соответственно, ассортимент и количество товаров, которые были накладаны на реализацию, у нас отражаются и в табличной части этого документа. При этом заполняется первоначальное количество товаров, которые мы передавали на комиссию. и, соответственно, мы должны откорректировать те позиции, которые имеют отклонение, то есть указать либо недостачу, либо возврат, соответственно, сколько чего было возвращено. Если, допустим, возвратом является ситуация, когда у нас невостребованные товары долгое время находились у комиссионера, то мы заполняем закладочку возвраты. И формируются проводки. Вот вы видите у нас на экране отражены проводки, которые должны быть сформированы на разные ситуации. То есть, естественно, мы списываем реализованные товары на себестоимость. Напомню, отражается у нас работа с маркетплейсом через 45-й счет и отражение через 90-й, как при обычной реализации. При работе с маркетплейсом у нас должно быть два договора. То есть, один на фактически товарные отгрузки и реализацию, и второй договор на услуги самого маркетплейса. поскольку, кроме того, что он получает с нас комиссионное вознаграждение, обычно маркетплейсы еще оказывают услуги по транспортировке, по таможенной очистке. Ну, то есть, комплекс услуг по разгрузочной работе могут быть. В этом случае у нас получается, что проводку с 60-м и 76-м счетом, вот вы видите ее на экране, мы отражаем комиссионное вознаграждение. Соответственно, через 76-й мы отражаем стоимость проданных товаров и услуги, которые оказал маркетплейс, то есть, например, транспортные услуги, экспедиторские услуги мы отражаем по счетам затрат. То есть, у вас может быть 44-й счет, может быть, если вы используете другие счета, затратные другие счета, то есть, соответственно, вот эта проводка отражает при торговле стоимость посреднических услуг. И если мы работаем с НДС, то проводка по 68-му счету у нас отражает НДС и сумму НДС и по комиссионным вознаграждениям, и по оказанным маркетплейсам услугам. И, естественно, мы должны вернуться в отчет комиссионера и на первой вкладочке внести номер и дату счет фактуры на вознаграждение. В этом случае мы нажимаем кнопочку «Зарегистрировать» и программа нам формирует все проводки, которые нужно. Сейчас я еще слайдик вам покажу по отчету комиссионера, то есть вот эти кнопочки, про которые мы поговорили. Кнопочку «Заполнить» нужно использовать. И обратите внимание, «Покупатель» у нас физическое лицо. Я немножко позже про него скажу, поподробнее. То есть мы должны создать такого контрагента, как физические лица. Ну и, соответственно, вот в нижней части, в нижней таблице на закладочке «Товары» у нас отразится ассортимент, с которым мы будем работать. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу. Так. И я хочу напомнить, что операция с маркетплейсами у нас возможна в разделе и «Продажи», и «Покупки». То есть в разделе «Продажи» вот у нас с вами есть пункт «Меню маркетплейсы» и «Комиссионеры». И в меню «Покупки» не так быстро, как хотелось бы. И в меню «Покупки» тоже есть такой же пункт «Меню». То есть мы... Этот режим доступен у нас из раздела «Продажи» и из раздела «Покупки». На этом разрешите попрощаться. Благодарим вас за внимание и за время, которое вы нам уделили. Всего хорошего.